Приветствую, я Юрий Тенчаков Я инструктор Минхэцюань, стиль от которого произошло карате И вот мы сейчас продолжаем разбор ката-карате с точки зрения этого стиля Мы продолжаем разбор ката Хэян Шэдан Содержание предыдущих эпизодов смотрите по номерам Значит, все дело должно решаться с помощью вот этой ручки Значит, скорее всего, нам придется после того, как мы сбили эту ручку в сторону Перекрыв вторую ручку с помощью вот этой вот ручки То есть, вот обратите внимание, что получилось Я отбил эту руку, я накрыл вторую руку и поджимаю ему коленом сзади Вот сейчас я его четко контролирую Сейчас я могу нанести свой удар При этом я точно знаю, что он не сможет защититься Ему нечем У него голова в сторону уйти не может Я его достаточно хорошо фиксирую здесь И сейчас я буду наносить свой удар кулаком с вот этой руки Практически будучи уверенным в том, что он попадет Как мы наносим этот удар? На данный момент я еще новичок Я еще ничего не знаю, не умею Удар у меня еще не выставлен И, как мы говорили, это самая первая форта Поэтому я сейчас буду наносить удар более рассчитанный на то, чтобы свалить его с ног А не на то, чтобы его раздробить лицо или что-нибудь сломать То есть на данный момент это будет мощное таранное движение Просто сносящее его с ног Раз, два Раз, два Раз, два То есть мы сейчас выполняем движение Обратите внимание, что я сделал Я выполняю второй шаг, стараясь наступить ему опять же на вторую ногу И тут выполнить свой удар Вот этот раздел сегодня практически нигде не изучается Но он очень важен Правильное умение наступить на ногу, правильное умение стоять Если же я, например, на ногу не наступил В данном случае То все равно у нас получается достаточно уверенное и сильное движение Которое человек отбросит Но, естественно, в данном случае падение не произойдет И того эффекта, который мы могли бы получить при наступе на ногу, мы не получим А эффект, на самом деле, очень серьезный В рукопашном бою на улице Большинство тяжелейших травм черепно-мозговых происходит не от того, что вы нанесли мощный удар А от того, что противник падает, ударяется затылком об пол Об пол, а предмет какой-то или что Вот на это и делается расчет Если я правильно наступил на ногу и правильно сбиваю его с ног То падая, он бьется своим затылком с высоты своего роста об землю И вот этот удар действительно на уровне новичка Может быть гораздо более опасным, чем тот, который вы нанесете рукой Не в любом случае сейчас важно, чтобы просто сбить его Освободить себе время, освободить себе место И иметь возможность развернуться к следующему противнику Итак, давайте посмотрим, какие у нас варианты есть Первый Мы выбиваем противника сюда И выталкиваем его таким образом Второй Мы выбиваем руку сюда и перекрываем вторую руку Третий Мы выбиваем руку сюда, ударяем внизу и рука проходит нам в лице То есть у нас вот такие вот три варианта Три основных варианта, которые нам придется здесь обрабатывать То есть так или иначе, как мы видим, все выполняется одними и теми же движениями И здесь вот классический блок выполняется не вот так, как это мы видим в каратэ Вот у меня это лицо полностью открытое А более высоко То есть для того, чтобы прикрыть ему лицо И у нас это все было сработано именно так, чтобы нам в голову нельзя было покрыть Как говорят боксеры, убей голову, тело ухудет само Поэтому не прикрывать голову – это фатальная ошибка Если мы этого не будем делать, то, соответственно, мы будем проигрывать Даже в том случае, если все остальное у нас на работе хорошо То есть голова, почему голова Субтитры создавал DimaTorzok